Ишнуалабоверы Спустя 32 года после того, как темный портал впервые открылся, Гул'дан стоял перед гробницей Саргераса, легендарным местом в истории Варкрафт. Оттуда он открыл портал, через который хлынули многочисленные демоны. И вскоре мы обнаружили, что стоим перед поверженной аватарой Саргераса. У наших лидеров остался выбор – закрыть портал или прорваться через него и отрубить голову Килджедену. Они выбрали последнее. Мы победили Килджедена, лишили Легион их великого тактика, а затем вступили в бой с Аргусом и завершили пылающий крестовый поход Саргераса. И на этом моменте вы могли подумать, что история окончена и нет причин возвращаться к гробнице Саргераса. Но это не так, потому что в сюжете игры кое-что происходит. Ксалатат, персонаж, которого мы впервые встретили во время дополнения Легион, возвращается в игру. Она предвестница повелителей пустоты, движущая сила саги о мировой душе. И она многое нам рассказала о гробнице Саргераса. Ее слова сейчас более актуальны, чем были тогда, потому что Близзард начали потихоньку приоткрывать нам тайны, оставленные в прошлом. Итак, сегодня мы раскрываем одну из величайших тайн Варкрафт, что же скрывается под гробницей Саргераса. Начнем после небольшой интеграции. Представляю вам WoW Sirus, сервер с свободой выбора. Там вас ждут три фракции, любое сочетание расы и класса с системой созвездий, кастомные локации, рейды, поля боя и арены, система категорий и батл пасса, возможность поучаствовать в хардкор режиме на Realme X1 и новый PvP сезон с призывым фондом в 2 миллиона рублей. Переходи по ссылке в описании, вводи реферальный код и присоединяйся к тысячам других игроков. До того, как это место превратилось в гробницу, оно было храмом, из которого верховные жрицы Элуны руководили духовным развитием эльфов. И ко времени этих событий, около 10 тысяч лет назад, ночные эльфы правили миром. Их империя охватывала обширную часть Калимдора. И хотя жизнь в империи эльфов шла хорошо, этого нельзя было сказать об их столице, Зинацшаре. Излишество ресурсов и эгоизм стали нормой в высшем обществе эльфов, что в конечном итоге привело к злоупотреблению тайными энергиями Источника Вечности. Из-за этого Азерот засиял ярким светом в космосе, настолько ослепительно, что привлек большое внимание со стороны всех космологических сил. В частности, внимание Пылающего Легиона Саргераса. Но ему уже давно было известно об Азероте. Он знал о важности планеты, но не знал, где находится Азерот. Все изменилось в тот момент, когда Саргерас завалил Асшару обещаниями о безграничной власти. Он начал то, что мы сейчас называем Войной Древних. И по мере того, как эта война затягивалась, высокорожденные Сурамара становились все более обеспокоенными. В конце концов, они сорвали план Легиона по открытию второго портала в Храме Элуны. А после использовали столпы Созидания, чтобы запечатать этот храм. Вы можете спросить, почему Легиону вообще понадобился этот храм? Как раз сейчас об этом и пойдет речь. Дело в том, что теперь, когда храм был в безопасности, лидер ночнорожденных Элисандо приняла нелегкое решение. Уйти в город, запечатать его и оставить весь остальной мир на произвол судьбы. Так, используя Ока Амантула, один из столпов Созидания, очень могущественный артефакт Титанов, она создала ночной колодец, источник огромной силы, который, по сути, действовал подобно солнечному колодцу. И это поддерживало как ее народ, так и огромный щит, который она создала вокруг города. Щит был настолько сильный, что выдержал катастрофическое событие, ознаменовавшее раскол планеты. Это произошло из-за взрыва источника вечности. Тогда весь континент разлетелся в дребезги. Но Сурамар устоял. А вот храма Луны нет. И хотя он был частью города Сурамар, на самом деле он располагался на острове Талдренат, опираясь на Великий мост. Так что без защиты Великого Щита храм Луны погрузился на дно океана. Прошли тысячи лет. Ночные эльфы восстановились, высшие эльфы раскололись, а человечество сформировало свое первое королевство. Учитывая все жуткие демонические угрозы, которые никуда не исчезли, люди создали Совет Архимагов, или Совет Тересфаля, по борьбе с высшими силами. И его суть заключалась в том, что они передали часть своих сил одному из своих представителей. И тот стал называться Хранителем всего Азерота. Теперь вы, вероятно, знаете последнего Хранителя, это Медив. Но его мать также чрезвычайно важный персонаж. Она менее известна в самой игре, но очень важна в каноне. Эгвин, несомненно, самый могущественный Страж Тересфаля, который когда-либо существовал. И самая известная история, связанная с ней, заключается в том, что она сразилась с аватарой Саргераса и смогла победить его, запечатав останки Павшего Титана в месте, которое, по ее мнению, было максимально надежно и безопасно, под волнами разрушенных островов, глубоко на дне океана в заброшенном храме Элуны. Но, конечно, Эгвин немного заигралась. Саргерас на самом деле задержался в ее теле, и не сумев развратить ее, сущность Павшего Титана проскользнула в Медива, ее сына. Перенесемся в события Легиона. Еще до того, как мы ступили в рейд гробницы Саргераса, Ксалатат рассказала нам несколько интересных подробностей об этом месте. Судя по тому, как она это говорит, очевидно, что до троллей были Титаны, или, по крайней мере, слуги Титанов. Мы знаем, что Азерот усеян сооружениями Титанов, и ближе к концу прохождения гробницы Саргераса мы замечаем их сооружения и здесь. После установки столпов мы попадаем в место, называемое Светилищем Хранителя. Там пряталась Эгвин после распада света Тересфаля. Но очевидно, что она не строила это место. Оглянитесь вокруг, это явно титанические сооружения, и здесь полно наблюдателей. А чтобы добраться до падшего аватара, мы спускаемся на огромное расстояние. Мы проходим мимо древних костей огромного зверя. А потом лифт включает турбо-скорость, и мы натыкаемся еще на несколько сооружений Титанов. Это очень-очень глубокое место в недрах планеты. Здесь мы видим зловещие лица, светящиеся, кажется, силой света. И да, это сила света, потому что если вы столкнетесь с этими шарами такого же цвета, то ваш персонаж получит баф от магии света. Что здесь забыла эта магия, я не знаю. И конечно же мы попадаем на финальную инсталляцию, которая выглядит как настоящее чудо. Ее масштабы поражают. Вас, конечно, можно простить за то, что вы подумали, что все это было построено как тюрьма для аватара Саргераса. Но это очевидно невозможно, потому что все это место появилось на десятки тысяч лет раньше, чем Эгвин победил аватару. И это означает, что первоначальное предназначение этого места было совсем иным. А сами разработчики в 2015 году говорили, что вот эта нижняя часть гробницы была построена титанами, для того, чтобы запечатать гноящуюся рану мира. А уже потом над ней воздвигли свои постройки высшие эльфы. Эгвин знала, что даже аватара очень мощна, поэтому ее возможно запечатать только тут, с помощью столпов созидания. Поэтому это действительно хорошее место, чтобы запереть тут эту большую и опасную жуткую штуку. И когда мы спускаемся ниже, мы даже видим это странное устройство титанов, которое удивительно похоже на глаз Амантула. Что делает это устройство? Вытягивает силу из мировой души? А может быть наполняет мировую душу тайной магией? Прямо сейчас мы не можем на это ответить, но эта история на самом деле уходит еще глубже. И важно понимать, что даже Килджеден пришел в гробницу не за аватарой, а за чем-то другим. Когда-то эта оболочка была наполнена мощью самого Саргерса. Но нашей главной целью всегда был храм. С его помощью мы испекелим ваш мир. Давайте послушаем еще один шепот Ксалата. Этот монолит скверный, лишь жалкое подобие величественных монументов, что когда-то стояли здесь. В этом храме дремлет источник силы. Он должен быть нашим. Скорее, встань в круг и забери его. Ксалатат говорит о временах, предшествующих прибытию Титанов на Азерот. Она говорит о Темной Империи. Если еще не очевидно, что она говорит именно о ней, то следующий шепот развеет все ваши сомнения. Если сложить все воедино, мы поймем, что он, Зод, потерпел поражение Тешараджа в этом районе. Это место, где раньше стояло какое-то великое устройство. И это также область, которая, по словам Ксалатат, является местом силы. Все это может быть довольно интересным, так как разработчики до сих пор не забыли об этом месте. В патче 10.1.5 в Драгонфлайте, в разломах времени, мы могли встретить моба по имени Залкир, утроба Ктанта. Победив его, мы смогли найти темный клинок Ктанта. Но что такое Ктант? Что ж, я рад, что вы это спросили. Такой бойни эта земля не видела со времен битвы за Ктант. Как же давно это было. Ксалатат прошептала нам это, когда мы шли по разрушенному берегу. Это битва за Ктант. Что это была за битва, мы пока не знаем. Но мы уже выяснили, что здесь стояло нечто грандиозное под названием Ктант. То, за что сражались Ишарадж с Нзотом. Сейчас мы постараемся объединить все полученные знания и сделать так, чтобы это действительно имело отношение к дальнейшему развитию игры. Сама гробница изначально носила имя Элуны. Но она же является постройкой Титанов. Как так вышло? С недавней найденной книгой в Изумрудном Сне мы можем ответить на этот вопрос. В этой новой книге описана история об Элунахире, первом мировом древе, которое посадила Эонар. Элуна подарила Эонар ветку, Эонар посадила ее, а Амантул был очень зол из такой выходки. Он вырвал посаженное древо, но не знал, что его корни все еще остались там внизу. Таким образом, можно понять, что это сооружение построено по приказу Эонар. И посаженное древо могло преждевременно пробудить планету, что, конечно же, не понравилось Амантулу. Тем более, в книге написано о том, что Эонар была счастлива, что ей удалось сохранить наследие Элуны. И, видимо, после того, как Амантул вырвал это древо, на его месте осталась гноящаяся рана, ее нужно было как-то залечивать. Пожалуй, это самое большое место на Азероте, связанное с Элуной, и ведь не просто так. Думаю, что это действительно слишком убедительная теория о том, почему гробница Саргераса находится на этом месте. И то, что мы вновь сюда вернемся, подтверждается недавними событиями из Драгонфлайт, где мы увидели восстановление Элисанды в сюжете. Я думаю, что Миднайт — это дополнение, очень сильно ориентированное на эльфов. Кажется, в Сурамаре, похоже, происходит что-то связанное с мировой душой. Об этом только что узнала Элисанды и начала проводить активные действия по защите Сурамара. Ну и не забывайте про утробу Ктанта, которую мы тоже встретили в Драгонфлайт. Если Близзард действительно хотят возродить прошлые пророчества и раскрыть для нас вот эти оставленные в прошлом части сюжета, то, по-моему, это действительно круто. Это намного лучше, чем вновь создавать новые континенты или неизвестные миры. Мне очень понравилось собирать это видео по кусочкам. Я думаю, что у нас сейчас есть очень интересная теория о том, почему гробница Саргераса находится на этом самом месте. И, вероятно, мы отправимся сюда снова, учитывая то, что сам Саргерас вернется на Азерот в конце саги о мировой душе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение, ставьте лайк и колокольчик. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры создавал DimaTorzok